Новая Северная Корея. Думаю, что Таджикистан в ближайшем будущем будет похож на Северную Корею, уже рядом с Европой. О ситуации в Таджикистане в интервью с лидером партии Исламского Возрождения Таджикистана Мухидином Кабировым. Власти Таджикистана обвинили членов местной партии Исламского Возрождения в причастности к трагедии на дороге Куляб-Душанбе, когда на прошлой неделе были убиты иностранные туристы. В самой партии обвинения отвергают и настаивают на международном расследовании. О ситуации в Таджикистане и возможном транзите власти президента Рахмона Аркадий Нестеренко поговорил с лидером партии Исламского Возрождения Таджикистана Мухидином Кабировым. Днями Генеральная прокуратура Таджикистана обвинила партию Исламское Возрождение в том, что ее члены имеют прямое отношение к убийству иностранных велотуристов в Таджикистане. Как вы считаете, члены Исламского Возрождения действительно могут иметь отношение к этой ужасной трагедии? К сожалению, генпрокуратура не только сказала, что могут иметь причастность. Они прямо обвинили нас в этом. Видимо, у них уже было все подготовлено для такого заявления. Возможно, даже до совершения этого преступления. И мы тут же опровергли эти обвинения. Более того, мы призвали к тому, чтобы международное сообщество, особенно те государства, граждане которых были убыты, к сожалению, в этом теракте, они создали международную группу для того, чтобы расследовать этот инцидент, это преступление, и нашли, наказали виновников. Я думаю, что только таким образом можно найти виновников и показать общественную истину. Расскажите нам, пожалуйста, чуть больше про историю партии. Насколько я знаю, история входит еще в советское прошлое. До 2015 года у вас были места в парламенте. Что случилось в 2015 году? Почему вы вдруг были признаны вне закона в Таджикистане? Да, партия еще была создана при Советском Союзе. Это одна из первых политических партий после гласности, после перестройки. И после Компартии она считалась уже второй многочисленной партией. Правда, чуть позже Компартия превратилась в народно-демократическую партию, партию власти. Но, тем не менее, наша партия все это время оставалась как вторая политическая партия по численности, по влиянию в стране. Почему нас закрыли? Потому что это была самая крупная оппозиционная партия. И мы могли представлять угрозу для диктаторской власти, чтобы они не смогли провести те законы, те изменения в конституции, которые они хотели. Но, к сожалению, после 2015 года, как только нас закрыли и вывели нас за определенные парламенты, за определенные страны, они добились то, что хотели. Они меняли конституцию, президент получил право на пожизненное правление. И он также внес изменения для того, чтобы своего сына или кого-нибудь членом семьи потом назначить преемником. То есть наше присутствие в парламенте и в стране помешало бы этим замыслям. И они решили нашу партию закрыть. И вообще, не только нашу партию, все оппозиционное поле очистит. До нас они закрыли других политических партий. В тюрьме оказались лидеры демократической партии на 23 года, лидер нового Таджикистана на 29 лет. Кстати, оба эти партии были светскими, демократическими. То есть Рахман почистил не только исламскую часть оппозиции. Он всю оппозицию закрыл, запретил, посадил в тюрьму. И сейчас управляет страной единолично со своей семьей. Мали Рахман возглавляет Таджикистан уже последние 26 лет. Разговоры о преемнике транзите власти в Таджикистане обсуждается эта тема? Естественно, обсуждается уже подготовлена законодательная база. Поэтому я сказал, что внесены изменения в конституции, в различные необходимые законы. И также он сильно назначил мером Душанбе. И дочка является главой администрации президента. Зяд является заместителем председателя Национального банка страны. И Шурин возглавляет другой банк. То есть вся семья уже распределили между собой все сферы жизни в стране. И вопрос только остается объявлять, кто будет следующим президентом. Я думаю, что если общественность, международное сообщество не будет более активно противостоять этому, думаю, что Таджикистан в ближайшем будущем будет похож на Северную Корею, уже рядом с Европой. Хотя Северная Корея далеко от Европы, но филиал этой страны будет недалеко от Европы. Причем членом ОБСЕ. Таджикистан, кстати, действительно называют новой Северной Кореей. Что должно произойти, чтобы он более открылся миру, как вы считаете? Я думаю, что таджикистанский народ должен сказать свое слово и уже начинает об этом говорить. То, что активизируется оппозиция, это понятно. С другой стороны, Европа, которая, думаю, что для него не безразлично, что происходит недалеко от европейских границ. Тем более, что есть различные межгосударственные, межструктурные договоренности. Таджикистан является партнером Евросоюза. Таджикистан является членом ОБСЕ. И подписал многочисленные договора, многочисленные декларации о развитии демократии, борьбе с коррупцией и так далее. Я думаю, что Европа должна требовать, куда уходят не только народные деньги таджикистанцев, но и те гранты, которые выделяются как по линии ОБСЕ, так и по линии Евросоюза. А также многие европейские государства, они выделяют напрямую еще гранты, инвестиции и так далее. Я думаю, что пора уже ставить вопрос, почему эти деньги уходят в офшорные зоны. С каждым годом эти счета увеличиваются на, возможно, даже миллиарды. Народ беднеет, а Рахмут строит из себя главного борца с экстремизмом и терроризмом. Европа вынуждена все это проглотить. Я думаю, что пора уже всем задуматься, потому что то, что происходило в Дангаре недавно с туристами, это, я боюсь, просто сигнал о том, что Рахмут очень неудачно управляет государством.